Девушки отдыхают Точно так же, как и моего сына Касыма. Прикажите, и мы его накажем, султанша. Не мы, Халили Паша, а народ накажет его. Невинные, которых он погубил. Девушки отдыхают Я остановила казнь Синана Паши. Губернатор Стамбула сделал то, что необходимо, имейте в виду. Больше никогда не смейте делать что-либо подобное. В то время, когда нужно было выпустить кишки этого предателя, ты еще и жизнь ему даровала. Возможно, он виноват, Валиде. Однако его должны наказать не вы, не народ, а мой брат-повелитель. Он останется в темнице, пока брат не вернется из похода. Если все так, как вы говорите, то не беспокойтесь. Брат-повелитель выпустит его кишки. Точно так же, как он поступит с Халилем Пашой. Что это значит? Я приказала, чтобы его схватили. Его бросят в темницу. Так как давно ищут по обвинению в измене. Об измене и ты знала, Атике. Однако промолчала. Это верно, Валиде. Но я попросила прощения у повелителя. И он простил меня. А ты простила его? Ты простила брата, который убил Касыма. Из рук которого с трудом вырвали Ибрагима. Что было, то было, Валиде. Никто не безгрешен. У меня одна единственная забота. И это защитить брата Ибрагима. Путь к этому очевиден. Полагаться на справедливость брата-поверителя. Очевидно, мое испытание в этой жизни – неблагодарность детей. Козор. Даже враги так со мной не поступали. Султанша. Повелитель отправил вам это. И что в нем? Султанша, это Эмир Чилиби – главный лекарь повелителя. Синан Паша все продумал, предлагая Эмиру Чилиби. Он хотел пересолить меня и Мурата. Но, Аллах, я осталась здесь в беспомощности. А если он выместит свою злость ко мне на Ибрагиме? Султанша, не волнуйтесь. Прошу. Киман Кеш Паша рядом с Шахзаде. Он всегда будет рядом с ним. Доверьтесь ему. А у меня разве есть другой выбор? Кто знает, о чем сейчас думает Султан Мурат? Мы должны удостовериться в безопасности Ибрагима, когда они вернутся. Султанша и Халиль Паша в темнице. Мы вытащим его до возвращения Мурата. Разумеется, примем и другие меры. Какие? Пойдем сперва в ад. Государство ждет нас. Наверное, много дел собралось. Валиде Султан, полагаю, вы выйдете из дворца? О, Аллах. Султанша будет давать тебе отчет, Хатун? Уйди с дороги. Простите, Султанша. Однако вам запрещено выходить из дворца. Ты что говоришь, Хатун? Тебе жить надоело? Есть отчетливый приказ на Айтике, Султан. Ты что делаешь? Ты разум потеряла? Ты кто такая, чтобы запрещать мне что-то? Я получила письмо от брата-повелителя. По его словам, вы, используя главного лекаря, покушались на его жизнь. Брат-повелитель одним указом дал мне полномочия. Он попросил меня принять меры относительно вас. Какие меры? Ты отберешь мою жизнь? Отбирать жизнь – ваша привычка, Валиде. Например, Силахтар, Фарья. Вы отобрали их жизни. Так написано. Я у вас спрашивала. А вы, глядя мне в лицо, соврали. Очевидно, твой брат-повелитель хочет сделать тебя моим врагом. Силахтар был моим любимым мужчиной. Законным мужем. А вы не жалея убили его. Я много месяцев держала траук по нему. То, что я думаю, что я чувствую, для вас неважно. Что это за жестокость? Кто такой Силахтар? Кто такая Фарья? Кого волнует их жизни? Я еще раньше должна была их убить. Они настроили против меня твоего брата. Все сделали другие, не так ли, Валиде? Другие сделали вас врагами. Это они придумали интриги. А вы остались чистенькой, не так ли? Я это сделала лишь ради блага твоих братьев. И что случилось, Валиде? Мы сейчас живем в райском саду? Валиде, признайтесь, мы сейчас в самом центре ада, от которого вы пытались убежать. И это из-за вас. Больше всего из-за вас. Атике. Почему ты зла на меня? Ты из-за Силахтара причиняешь мне боль? Дочка. Он никогда тебя не любил. Он лишь использовал тебя ради своих целей. Вы меня совсем не поняли. Отныне я не желаю видеть даже ваше лицо. И больше никогда не прикасайтесь ко мне. До возвращения повелителя вам запрещено выходить за пределы дворца. В противном случае мне придется бросить вас в темницу. До чего, examined лица. Ой, спасибо тебе! Потому что... 他887а на самом деле в отчете. Теперь до чего я принесу тебя за об chose. Ваше поле. Перемешиваю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем больше я стараюсь приблизиться к своим детям, тем больше они отдаляются от меня Касым умер Мурат считает меня своим врагом Атикея лица моего видеть не желает Ибрагим боится меня У него душа так расстроилась Возможно, из-за меня Не знаю На протяжении стольких лет я такой груз государственных дел взвалила на плечи, что не смогла уделить время детям Я забросила их Не надо так винить себя Они ваши дети, султанша Даже если злятся Говорят всякое, но все же не любят вас, уважают Возможно, сегодня они не понимают, однако Придет тот день, когда вас поймут Я уверен в этом, султанша Дай, Аллах Входи Султанша Султанша, я не знаю, как сказать Говори Шахзаде Мустафой в нем что-то не так Он говорит, что за ним пришли, чтобы отпустить его Мы не можем усмирить его, он может причинить себе вред Вы не дали ему лекарства Дали, но они не помогают Отпустите меня Пустите, я султан Мустафа Я султан Мустафа Шахзаде Шахзаде, я султан Мустафа, я вас казнёт, пустите меня Пустите Мустафа Смотри, что я принесла для тебя Каштан Мустафа Моя валидея Халиме Султан Приносила для меня такие каштаны Больше никто не приносит Все позабыли про меня Ты кто? Ты стоял посреди гарема А в руках были каштаны Ты помнишь? Они были очень горячие Ты обжёг руку Было очень больно Я руку протянул тебе Ты подула Анастасия Но прославилась под именем Кёсэн Султан Ты помнишь Ты очень изменилась Конечно, ведь столько лет прошло У меня сто лет, у тебя тысяча лет Только вот Глаза не изменились Но кажется Что-то потерялось Исчезла Исчезла Невинность Да Её нет Смотрю, смотрю Но нет Нет её Нет Исчезла Твоё состояние Напоминает мне кое-кого София Султан София была жестокой Она думала только о себе Она негодяйка, который отказался от своей крови, от внука А ты Не отказалась от своего ребёнка? А? Султан Мурат рассказал мне В ту ночь, когда ты пыталась запереть его здесь В таком случае Чем ты отличаешься От Софии Султан? Я разве хотела, чтобы так получилось, Мустафа? Я вынуждена была сделать это Скажем, София Султан Тоже так утешала себя Обманывала Только вот очень сложно обманывать себя Очень Очень сложно Где моя Валиде? Моя сестра Дильруба Где? Они вообще не навещают меня Вообще Они совсем позабыли меня Верно ведь Они умерли Ты убила их Они умерли Ты положила туда яд? А? Ты пришла и меня убить? Ты пришла и меня убить Ты пришла и меня убить Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Хакан Всех Хаканов Падишах Всего Мира Завоеватель Багдада Султан Мурад Хан Хазрет Лари Субтитры создавал DimaTorzok Мои оба сына вернулись живыми и невредимыми. Хвала Всевышнему! Кошмар закончился, Султанша. Шех Заде вперед будет в безопасности под вашими крыльями. На этот раз условия были немного тяжелыми, кажется. Ибрагим немного похудел. Султанша, он в добром здравии. А это самое главное. К тому же, не нужно беспокоиться. Я скажу приготовить самое любимое блюдо нашего Шех Заде. Через пару недель он соберется силами. А где Кеман Кеш? Он не вернулся с похода? Не дай бог с ним что-то случилось. Султанша, я хотел как раз об этом поговорить. Повелитель назначил его великим визирем и отправил вместе с войском на Шаха Сафи. Значит, Кеман Кеш стал великим визирем? Да. Наконец, Султан Мурат принял разумное решение. Совет Дивана вновь будет в моем услужении. Конечно, если Кеман Кеш сможет вернуться живым. Наш Паша смелый воин Султанша. Он и с этой должностью справится. Дай Аллах. Справится только вот... Что? Султанша, как знаете, этот змей... Синан Паша до сих пор в темнице. Повелитель хочет лично его допросить. Я боюсь, что он снова наговорит неправду и намутит воду. Его предательство известно. Не думаю, что он станет доверять его словам. К тому же он узнал про главного лекаря. Что он может сделать? Отправить в ссылку? Пусть отправит. Казнит меня? Пусть казнит. Упаси Аллах. Султанша, Атике Султан, чтобы встретить нашего повелителя, ожидает в главных покоях. Вы не пойдете туда? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok